Итак, коллеги, здравствуйте. Мы готовы начинать, хотя я вижу, что еще далеко не все зашли, но, собственно, рассылочка сейчас всем улетела с напоминанием о том, что мы приступаем к сегодняшнему вебинару. Вебинар сегодня у нас посвящен, если вдруг забыл, биржевой торговли лесоматериалами. И сегодня спикером основным буду не я, сегодня наш спикер это Андрей Корявкин и Евгений Пехтерев, представители товарно-сырьевой биржи Санкт-Петербургской международной. И они сегодня расскажут о том, что такое биржевая торговля, как сейчас себя чувствуют на бирже древесина, что происходило в 2020 году, что предстоит в 2021 году, в дальнейшем и так далее. Но здесь не буду, скажем так, есть хлеб своих коллег. Они сами все расскажут. Я же перед началом основной части хотел бы немножко поделиться с вами тем, что предстоит в этом году нам, что будет происходить в лесопромышленном комплексе и что, собственно, будем делать. Мы, как проект Green Industry, поэтому сейчас буквально минут за 5-10 я постараюсь обо всем рассказать. Ну, во-первых, вы, я думаю, что все в курсе, что 25 февраля, ровно через неделю у нас, ну, точнее, чуть больше, чем через неделю, у нас состоится вебинар, посвященный изменению лесного кодекса Российской Федерации и федеральному закону номер 3, вступившему в силу уже 4 февраля. Ну, и, собственно, этот закон у нас внес довольно существенные изменения в лесной кодекс. Какие-то изменения уже вступили в силу, какие-то вступят в силу у нас с 1 июля этого года и отдельная там часть у нас вступит в силу в 2023 году, с 1 января. В общем, на следующей неделе рассмотрим этот федеральный закон. Собственно, я расскажу непосредственно о том, что уже вступило в силу, а также о том, что будет вступать в силу. Это такие вещи, как электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины, который будет у нас сформироваться непосредственно в лес ЕГАИС, да, и там же оставаться уже в виде, ну, не бумажного документа, да, именно файла, который будет перевозиться у нас на каких-то технических устройствах. Также я расскажу о том, значит, что сейчас происходит у нас по балансу древесины на складах, да, у нас появляется ряд новых отчетов, в частности, отчет о балансе древесины на складе. Соответственно, эту часть также проговорим. Помимо баланса на складе появляется отчет о переработке древесины, да, то есть, соответственно, если у вас пилорама, вам необходимо будет формировать отчет, сколько, значит, круглого леса к вам пришло и во что вы его переработали, да, то есть показывать и получившиеся, там, скажем, пиломатериалы, и получившиеся отходы, ну, и так далее. Естественно, расскажу о контроле надзорных мероприятиях, потому что появляется у нас новый вид надзорных мероприятий под названием административное обследование лесов, и, кстати говоря, административный регламент этого обследования сейчас висит на регулейшн, на обсуждении, по-моему, а, кстати, может быть, уже публичное обсуждение закончилось, либо закончится завтра, честно говоря, не помню точно. И, естественно, я расскажу о том, какие изменения у нас будут ждать с системой ЕС и ГАИС, да, с этой учетной системой, будет у нас появляться федеральная и государственная информационная система лесного комплекса, сокращенно в ГИС ЛК, половина функционала ЕС и ГАИС приедет в государственный лесной реестр, да, в ГЛР и так далее. То есть это то, о чем мы будем говорить как раз-таки на следующей неделе на новой части лесного кодекса. И, собственно, 26 февраля, это следующая пятница, мы поговорим о нормах действующих сегодня по лес и ГАИС, да, лес и ГАИС у нас сейчас никуда не делось, как нужно было подавать декларацию о сделке, так это и нужно продолжать делать, подавать отчеты, наносить сделки с физлицами, места складирования, да, есть ответственность. Об этом все мы будем говорить в следующую пятницу. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по текущей работе с системой, то, соответственно, в следующую пятницу вы можете на вебинар записаться. Помимо этого, в этом году у нас, ну, как я уже сказал, да, будут происходить очень серьезные изменения лесного законодательства, ну, в части сам лесной кодекс уже поменялся. Сейчас потихонечку подбираются подзаконные акты, которые нам описывают более детально, как и что будет работать. Да, эти акты у нас размещаются на regulation.gov.ru, ну, и, соответственно, там можно знакомиться, обсуждать, ну, знакомиться с документами, да, обсуждать эти документы, вносить свои предложения, которые в дальнейшем будут входить в правительство, правительство будет отвечать на подобные вопросы и так далее. Мы же планируем проводить в дальнейшем вебинары по всем таким изменениям. Сейчас, опять же, с 1 января этого года уже вступили в силу изменений в части, например, подачи лесных деклараций, в части формирования и экспертизы на проект освоения лесов, да, то есть различные хозяйственные документации. Поэтому, естественно, в этом году мы один раз, ну, один вебинар по лесному хозяйству уже проводили, мы проведем еще, и я думаю, что он будет не один, где обязательно детально рассмотрим, как необходимо теперь заполнять лесную декларацию, на что нужно обратить внимание, что конкретно изменилось по отношению к лесной декларации 2020 года или 2019 и так далее. Поговорим мы о правилах транспортировки древесины, потому что, как вы знаете, изменилась форма сопроводительного документа транспортировки древесины, да, у нас утратила силу 571 постановление на 1 января этого года и вступила в силу постановление 1696 новое. Помимо этого, изменилась форма транспортной накладной, изменилась форма путевого листа и правила заполнения этих документов, соответственно, все это мы еще будем рассматривать. Обязательно мы поговорим о тех нормативно-правовых актах, которые вывешиваются на регулейшн, повторюсь, что этого сейчас будет довольно много, только по третьему федеральному закону в этом году у нас должно быть принято 11 различных подзаконных актов, это постановление правительства, это распоряжение правительства, которые бы обеспечивали работу того самого федерального закона и работу новой редакции лесного кодекса. Соответственно, все эти документы, естественно, мы будем рассматривать по мере их появления на сайте Regulation.ru, ну, соответственно, вебинары такого плана у нас будут, я думаю, что довольно часто проходить, ну, как минимум раз в месяц, так точно. Обсудим различные пилотные проекты, которые сейчас реализуются на территории различных субъектов Российской Федерации, как вы знаете, ну, самый такой известный пилотный проект от Иркутской области, система Лесрегистр, естественно, мы про нее будем. Я не могу говорить еще неоднократно, но помимо этого сейчас у нас должен быть, например, реализован пилотный проект на территории четырех субъектов Российской Федерации, включая Иркутскую область, Республику Татарстан. И еще два субъекта, сейчас не помню, по созданию Росреестром единого информационного ресурса о землях и недвижимости. Это все идет у нас по линии Росреестра, по линии кадастровой палаты, однако это, естественно, включает в себя, например, и внесение в такой информационный ресурс, да, сведений о лесах. Соответственно, здесь же мы будем, я лично сейчас работаю непосредственно с кадастровой палатой над этим направлением, и, естественно, буду туда лесную тему максимально стараться включить для того, чтобы там и какие-то материалы по лесустройству появлялись, и все-таки нормальная, единая картографическая основа по лесам появлялась. То есть про этот палатный проект, естественно, тоже буду рассказывать по мере его продвижения сейчас, чтобы вы понимали, да, сейчас формируется у нас дорожная карта к этому проекту и так далее. Более того, сейчас существует у нас 280-й федеральный закон, еще в 2017 году написанный, который нам говорил о том, что необходимо приводить к единому знаменателю такие вещи, как государственный лесной реестр и единый государственный реестр недвижимости. Ну, собственно, в соответствии с этим федеральным законом 280 ФЗ мы также будем работать, и при этом мы также будем стараться все-таки сохранить в нормальном виде постановлении 1509 об использовании сельскохозяйственных земель для ведения лесного хозяйства на определенных категориях этих сельскохозяйственных земель. Здесь, я не знаю, в курсе вы или нет, сейчас рассказывать не буду подробно, да, но суть в том, что государство разрешило это делать, сейчас пытается запретить обратно. Собственно, мы работать будем и над этим направлением тоже, ну и, соответственно, рассказывать об этом тоже будем. Будут вебинары, посвященные цифровой трансформации лесного комплекса. Эта трансформация максимально глобальная, она у нас будет реализовываться до 2003-го, а то и дальше. И тут, собственно, первой частью этой цифровой трансформации у нас становится, скажем так, первым этапом станет 1 июля этого года. Лесные декларации, например, вместе с отчетами об использовании лесов и другими отчетами, да, там отчеты о восстановлении, отчеты об охране лесов, защите лесов и так далее. То есть все формы отчетов у нас должны превратиться в электронные документы, которые будут подаваться через отдельные порталы государственных услуг, либо через региональные порталы государственных услуг, либо через лес и ГАИС. А это все у нас сейчас упомянуто в третьем федеральном законе. И, соответственно, это то, что вот с 1 июля у нас должно случиться. Более того, сейчас всем сообщаю, да, что региональные органы власти пишут регламенты для того, каким образом у нас должны начать работать теперь на региональные порталы государственных услуг. Для того, чтобы принимать лесные декларации, да, чтобы такая вот услуга приемки лесных деклараций, да, и прочая документация могла быть реализована. Так что с 1 июля готовьтесь, лесные декларации у нас будут электронными. Обсуждать мы будем обязательно запрет экспорта кругляка, да, что делать в этих условиях. Об этом сегодня мы немножко поговорим, в том числе. Запрет экспорта, да, напомню, что у нас должен состояться 1 января 2022 года, да, то есть уже последний год, скажем так, экспорта кругляка хвойных и цернофистных пород у нас происходит. Соответственно, с 1 января все может прекратиться с следующего года. Вместе с экспортом кругляка президентом в конце осени прошлого года, или не в конце, в середине осени прошлого года, президентом было заявлено, да, что запрет экспорта должен сопровождаться разработкой мер государственной поддержки переработчиков древесины. И это, собственно, то, о чем мы также будем обязательно говорить, потому что как раз сейчас правительство, ну, в углове угла, там, стоит Минпромторг, разрабатывает различные меры поддержки предприятий, занимающиеся переработкой, глубокой переработкой древесины, то есть это от лесопиления вплоть до производства бумажной продукции, там, фанеры и так далее и тому подобное. Об этом, естественно, тоже будем говорить, как только все эти меры у нас будут появляться, информация не будет появляться в открытом доступе, официально подписана и так далее. Ну, потому что раньше об этом говорить в смысле большого нет, все может переменяться еще по 10 раз. И, естественно, мы в этом году, поскольку начали работать в том числе с биржей, начали работать еще с несколькими компаниями, мы обязательно будем говорить про рынки древесины, о том, что сейчас происходит, да, с различными видами древесины в соответствии с классификатором, там, ТНВЭД, на, соответственно, по каждому пункту будем проходить, но это отдельная тема мероприятий, и тоже это все ожидает нас в этом году. То есть вот такие вот основные темы. Это еще далеко не все темы, естественно. Это лишь основа, которая будет у нас в этом году проводиться, и, соответственно, я призываю всех следить за обновлениями на нашем сайте, за обновлениями в нашей группе ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале. Мы информацию обо всех этих временах будем, естественно, публиковать. И, соответственно, если вас интересуют какие-то из этих тем, соответственно, вы можете также записываться на эти вебинары, приходить, слушать и так далее. Ну, либо, естественно, вы можете оформить подписку, да, у нас на сайте, я думаю, что тоже видели эту кнопочку, подписаться на весь 2021 год, на все наши вебинары, ну, и получить еще и скидку за счет этого на посещение семинаров. Ну, и последняя деталь, что мы начинаем проводить семинары уже в конце, в конце марта мы приедем в Екатеринбург, после чего поедем по всей стране. Мы приедем до 1 июля этого года, мы планируем проект по всей стране рассказать по 3ФЗ наиболее подробно в живом формате, чтобы можно было пообщаться с вами, да, чтобы вы могли задать вопросы, ну, не только здесь, через чат, но и, скажем так, увидеть и меня вживую, и других экспертов, которых мы будем приглашать, да, и, соответственно, пообщаться уже в таком человеческом формате, который был глубоко забыт в прошлом году, да, в этом году очень надеюсь, что мы его воскресим. Поедем в Екатеринбург, поедем мы и дальше за Урал, мы будем, планируем появиться в Иркутске, планируем появиться в Хабаровске, здесь на европейской части страны мы планируем посетить город Киев, провести мероприятие в Санкт-Петербурге, да, эта информация тоже у нас буквально на днях на сайте вся появится, точно так же и в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале, всю эту информацию мы предоставим, и, соответственно, также можно будет записаться на эти мероприятия. Что ж, на этом моя вступительная такая речь немного затянулась, конечно, на 15 минут, но она закончена, теперь я хотел бы передать слово Андрею Калявкину. Андрей, здравствуйте, слышно? Слышите нас? Добрый день, Кирилл, добрый день, уважаемые участники вебинара, слышно меня? Да, вас слышно, да, отлично. Итак, Андрей Калявкин, да, соответственно, передаю вам слово, Андрей расскажет уже непосредственно по теме нашего мероприятия о биржевой торговле от биржа. Спасибо, Кирилл. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить проект Green Industry и руководителя проекта Green Industry Кирилла Веревочкина за то мероприятие, которое мы проводим сегодня совместно. Ну и надеюсь, что данный вебинар будет полезен и интересен для его участников сегодня. Мы, в свою очередь, с моим коллегой Евгением Пехтеревым постараемся вам осветить наиболее важные аспекты в работе биржи, связанные с работой биржи на рынке лесопромышленного комплекса, на рынке организованных торгов древесиной. Собственно, я расскажу вам о бирже и об итогах ее деятельности на рынке лесопромышленного комплекса. в 2020 году, а Евгений уже больше расскажет о планах биржи дальнейших по развитию данного направления товарного рынка и об изменениях в законодательстве, которые, как мы считаем, должны этому способствовать, которые начали происходить какое-то время назад и происходят прямо сейчас в том числе. Сейчас я тогда открою свою презентацию. Так, отлично, презентация загрузилась. Ну и, собственно говоря, начать я хотел бы с чего, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа является на сегодняшний день крупнейшей биржей, работающей на товарном рынке в Российской Федерации. Собственно, это и вынесено в заголовок, это так и есть, потому что 99% биржевого оборота на товарном рынке российском, оно приходится именно на нашу биржевую площадку, то есть и по всем сегментам. Биржа, собственно, была создана в 2008 году. Ее созданию предшествовало поручение и президента, и решение правительства Российской Федерации. Таким образом, в 2008 году биржа была учреждена, ее учредителями и основными акционерами выступили крупнейшие в Российской Федерации энергетические и инфраструктурные компании. Ну, я не буду перечислять все, вы можете это видеть на слайде. И на сегодняшний день все наши акционеры, они активно участвуют в работе биржи, в ее развитии. И, собственно говоря, это видно по тем результатам, которые наша биржевая площадка показывает от года к году. Вот, например, на данном же слайде вы можете видеть, что в денежном выражении объем договоров, заключенных на биржевых торгах в 2020 году, уже превысил 1 триллион рублей. Ну, совокупно по всем товарным рынкам, на которых работает биржа СПБ и МТСБ. На сегодняшний день я не буду останавливаться конкретно на цифровых показателях всех рынков, вы можете видеть это на слайде. Скажу лишь одно, что в 2019 году объем торгов на рынке древесины и лесоматериалов СПБ и МТСБ превысил 4 миллиона кубических метров. В 2020 году пандемия коронавируса внесла свои коррективы и общая экономическая ситуация, конечно, наверное, не способствовала тому, чтобы объем торгов вырос, но тем не менее он все равно превысил 2 миллиона кубометров. А 2021 год мы начали уже даже намного бодрее, чем начинался 2019 год, который на сегодняшний день является для биржи в секции лесо- и стройматериалов рекордом по своим оборотам. И второй момент, на котором хотелось бы сделать акцент, это рынок нефтепродуктов, но это так вот, просто для понимания, для общей информации. То есть если в 2019 году мы говорили о том, что каждая пятая тонна бензина и дизельного топлива продается на СПБ и МТСБ на биржевых торгах, то по итогам 2020 года мы уже говорим о том, что это практически каждая четвертая тонна. То есть 25% всех бензинов, поставляемых на внутренний рынок Российской Федерации, приходится именно на сделки, совершаемые на организованных торгах, которые проходят на СПБ и МТСБ. Биржа на сегодняшний день представляет из себя не просто какую-то отдельно взятую организацию, а представляет из себя группу компаний «Биржевой холдинг», в который помимо непосредственно биржи как организатора торгов входит также и клиринговая компания, вернее теперь она уже называется не просто клиринговый центр, а центральный контрагент, не банковская кредитная организация, а центральный контрагент РДК, расчетно-депозитарная компания РДК АО. Вот, соответственно, помимо этого входит федеральная площадка ТЭК ТОРК, это одна из восьми площадок в Российской Федерации, уполномоченных на проведение торгов по госзаказу. То есть это закупки, государственные закупки и закупки компаний с государственным участием. Это речь идет о 44-м федеральном законе и 223-м федеральном законе, и плюс планируется развивать еще и другие новые направления, и направления корпоративных закупок, ну и прочие направления, связанные с организацией электронных торгов на уполномоченных правительственных площадках. Вот, то есть, соответственно, это, ну, некая вводная часть касаемо того, что из себя представляет биржа на сегодняшний день. Вот, и, в принципе, дальше мы уже можем перейти непосредственно к рынку лесоматериалов, к организованному рынку лесоматериалов, торги, по которым проходят на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Ну, небольшой исторический экскурс, значит, в 2014 году, в исполнение поручения президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, поручение это было дано в 2013 году в рамках заседания Госсовета, вот, и поручение это касалось того, чтобы начать пилотный проект по торгам древесиной на территории Иркутской области. Биржа в этот проект включилась, и торги были запущены, и Иркутская область стала пилотным регионом, в котором начались организованные торги древесиной и лесоматериалами. Вот, но я не буду углубляться в вопросы, связанные с законодательством, поскольку, как я уже сказал, Евгений скажет об этом чуть более подробно, то есть какие есть на сегодняшний день, в том числе есть и новые директивы от президента и от государственных ведомств, и происходят изменения в законодательстве, то есть, но я на этом останавливаться не буду, то есть я просто скажу, что в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации в 2014 году стартовали торги древесиной в Иркутской области. На сегодняшний день на рынке лесоматериалов СПБ и МТСБ мы видим, что уже порядка 900 участников торгов, среди которых как государственные и подведомственные учреждения, так и частные компании, как представители крупного бизнеса, так и представители микробизнеса и индивидуальные предприниматели, и номенклатура товаров, по которым проходят сегодня биржевые торги, она достаточно широка, то есть это и круглый лес, то есть пиловочник хвойных и лиственных пород, это и пиломатериалы, древесное биотопливо, балансовая и дровяная древесина и древесные хвосты. Вот, соответственно, существуют инструменты с различными способами и условиями поставки, и в соответствии сообразно этим способам поставки также варьируется срок поставки по тем или иным лесоматериалам. Соответственно, основные формы проведения торгов древесиной на СПБ и МТСБ сегодня это классические биржевые торги, которые проходят в системе электронных торгов, то есть в режиме двойного встречного аукциона, то есть это классическая биржевая торговля, где продавец и покупатель во время торговой сессии не видят друг друга, это анонимные торги и о том, кто является контрагентом по заключенной сделке. Участники этой сделки узнают уже по окончании итогов торгов, когда происходит рассылка соответствующей документации по итогам торгов, выписки, так называемые выписки из реестра договоров и документов из клиринга. Вот, соответственно, это одна форма торгов и вот при такой форме торгов мы говорим о торгах как раз стандартизируемой древесиной, то есть пиловочник, пиломатериалы, балансы, древесное биотопливо. Если мы говорим о не совсем стандартной древесине, то предусмотрена другая форма торгов, это аукционные торги, аукцион на повышение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, и они проходят на электронной площадке, которая называется система электронных торгов вне биржевого рынка, то есть это специальная аукционная площадка биржи для проведения конкурентных торгов, повторюсь, в форме аукциона на повышение в соответствии с ГК РФ, но там могут торговаться не только вот стандартизируемые какие-то вот виды лесоматериалов, но и, так скажем, которые хуже описываются там различными нормативными документами, ГОСТами и так далее. Для этого у нас есть аукционная платформа. Соответственно, на сегодняшний день уже 30 регионов Российской Федерации заключили с СПБ МТСБ соглашение о сотрудничестве в рамках развития биржевой торговли лесоматериалами на территории этих регионов. Ну, перечислять все, наверное, не буду, на слайде видно, вот, то есть хочу сделать акцент на том, что ряд регионов, также вы можете это видеть на слайде, они перешли на стопроцентную реализацию древесины, заготавливаемой государственными подведомственными учреждениями на территории этих регионов, на биржевых торгов СПБ МТСБ. Ну, если говорить о цифрах, то вот я сказал, что 2021 год, например, мы начали очень активно и бодро, то есть, вот, например, первый слайд, вот объем, вернее, первая картинка на данном слайде объем торгов в тысячах кубических метров, да, вот мы видим, что это по состоянию на конец прошлой недели, вот, 622 тысячи кубометров, вот, а за тот же 2019 год это приводится данные за весь, за полные два месяца, прошедшие с начала 2019 года, январь-февраль, вот, то есть, поэтому, ну, также в денежном выражении вы можете видеть, что уже превысили, вот, то есть, соответственно, процесс идет, торги продолжают развиваться, новые регионы продолжают подключаться, становится больше игроков, повышается конкуренция, ну, собственно, мы и планируем продолжать именно в таком духе дальше развитие данного рынка. По итогам 2020 года безусловным лидером, конечно, является Красноярский край, ну, вот, опять же, цифры озвучивать, наверное, смысла нет, по каждому региону, вот, но вы видите раскладку по структуре, по региональной структуре торгов и, собственно, цифры. Вот. Вот, также, ну, кроме Красноярского края в лидерах, конечно, у нас и Удмуртская республика, и пермские, пермские, хабаровские края, достаточно активно включилась в процесс республика Карелия, то есть, ну, вот вы можете видеть, там, а, ну, здесь нет сравнения с 2019 годом, но там в разы превышение по сравнению с 2019 годом, то есть и новые регионы входят в процесс биржевой торговли и участвуют в нем достаточно активно, это и Челябинск, и Новосибирск, то есть, да, вот, как я уже сказал, на сегодняшний день уже 30 соглашений заключены, и эти соглашения либо уже активны, и регионы уже активно работают на площадке, либо, вот, готовятся к выходу на торги, ну, в какие-то обозримые сроки в ближайшее время. Ну, это структура разбивки по федеральным округам, я не думаю, что она тут для кого-то откроет что-то новое, ну, понятно, что в лидерах у нас Сибирский федеральный округ, тоже по понятным причинам, там, во-первых, больше всего леса, во-вторых, то есть, как я уже сказал, собственно, биржевая торговля лесоматериалами на СПБ, МТСБ, она и начиналась как раз с Сибирского федерального округа, там, с Иркутской области, потом это уже, этот опыт был применен в Красноярском крае, и продолжает тиражироваться на другие регионы. Вот, и важный момент, который я хотел бы сказать, это, что это биржевые торги, ну, не просто торги ради торгов, а это инструмент, позволяющий реально сформировать рыночную цену на древесину и лесоматериалы. И биржа на основании тех сделок, которые заключаются в ходе биржевых торгов, она производит расчет индексов, то есть расчет рыночных цен, цен, которые в дальнейшем могут применяться и быть полезны всем участникам рынка, государственным ведомствам, коммерческим предприятиям, то есть это именно речь о справедливых рыночных ценах. И, безусловно, ну, я вот немного отвлекусь, я скажу, что на рынке нефтепродуктов, просто он самый, это самый первый рынок из товарных сегментов, которые биржа начала развивать, на сегодняшний день биржевые цены, они являются официальными ценами, которыми оперируют в своей деятельности и Минэнерго, и Федеральная антимонопольная служба, то есть те биржевые индексы, которые рассчитываются на основе заключенных сделок, причем я повторю, что это сделки анонимные, это не какие-то договорные сделки, это рыночные сделки, заключаемые в ходе двойного встречного аукциона в анонимном формате торгов с расчетами, с клирингом. Через специальные счета, открытые у участников в системе клиринга, вот, то есть и по рынку лесоматериалов биржа тоже такую работу уже ведет, и на основании тех сделок, которые заключаются, конечно, рынок лесоматериалов, он еще не развился до того масштаба, как, я имею ввиду, биржевой рынок, как рынок нефтепродуктов, но, тем не менее, уже формируются индексы, есть рыночные цены на различных базисах, в различных регионах, то есть вот вы видите, это и Удмуртская область, и Пермский край, вот, то есть и по различным видам леса, древесины, да, лесоматериалов, то есть это и ловочник, это и балансовая древесина, вот, и биржа, собственно говоря, является тем инструментом, который позволяет сформировать действительно рыночную цену на те или иные товарные группы. Коллеги, у меня по моей презентации, наверное, все, если есть какие-то вопросы, то готов буду на них ответить, вот, вместе с коллегами, то есть, как по регламенту, либо, либо сейчас сразу, либо, там, может быть, в конце мероприятия, но в любом случае вопросы приветствуются, и мы с коллегами готовы на них ответить. Спасибо. Да, Андрей, спасибо большое за доклад. Да, коллеги, если есть у вас вопросы, да, вы всегда можете написать их нам в чат, ну, и, соответственно, мы на них ответим. Здесь я хотел бы еще такую вещь, одну небольшую сказать, по поводу тех самых цен на древесину, которые формируются на биржевых торгах, помимо прочего, но я думаю, что Евгений еще об этом чуть подробнее потом расскажет. На сегодняшний день, в соответствии с теми пожеланиями, которые есть у нас у государства, биржевая торговля, она должна развиваться намного сильнее, потому что только при помощи проведения организованных торгов государство может сформировать для себя и понять действительно на ограниченную стоимость древесины. На сегодняшний день ни у налоговой службы, ни у других ведомств, ни у Минкомторга, такой статистики официальной подтвержденной еще пока нет. То есть эти цены формируются, поэтому биржевая торговля, она должна получить у нас дальнейшее развитие в соответствии в том числе и с новыми нормативами, новыми законодательными акциями. Как удаленность покупателей учитывается в ценовом формировании на бирже? Ну, это коллеги к вам уже вопрос. Андрей или Евгений, кто из вас может ответить? Ну, давайте я, наверное, отвечу. Я понимаю суть вопроса. Меня слышно? Да, я микрофон включу. Да, слышно. Когда происходит биржевая сделка, она очень четко определяет, в каком географическом месте, да, то есть, ну, например, это там про площадка, да, как бы или там нижний склад, или это какие-то портовые склады, да, то есть мы понимаем место. Вот в этом месте, да, древесина, условно говоря, пиловочник, например, стоит 6215 рублей за кубический метр. От того, что ее привезли за там 100 километров или за 200 километров, привезли ее автотранспортом или по железной дороге, вот здесь вопрос так вообще не ставится. Да, как бы, то есть вот, ну, я знаю по определенной практике, ну, для нас, для биржи, я со многими людьми общался там 3 года, мы знаем о практике того, что, по сути, крупные переработчики выставляют разную цену за одну и ту же физических свойств древесину, например, холосты, там, скажем, для ЦБК, или пиловочник для крупных таких, ну, лесопилок, с учетом вот транспортировочных расходов. Ну, там, я так понимаю, что налоговая, видимо, инспекция, это, в общем, пока не очень интересно, и вот других вопросов это не возникает, да, но на бирже у нас, ну, вот, у нас есть, например, инструмент там, ну, в нефтепродуктах, там есть такой инструмент, когда, ну, покупатель может приобрести определенное количество, там, скажем, бензина или дизельного топлива, и плюс, ну, там, есть четкое понимание, сколько с него возьмет РЖД, да, вот, но вот многогранность там лесного комплекса пока вообще не способствует тому, чтобы об этом там настолько вперед забегать. То есть, если, скажем, вот вы видите стакан с предложением, да, то есть, ну, стакан это немножко такое бытовое употребление, да, то есть, вы видите предложение, там, скажем, пиловочника, и это, там, порт Санкт-Петербурга, то, повторюсь, вот, цена, она не предполагает вообще размышления о том, как далеко древесина добиралась до этого порта. Ну, надеюсь, что я вот ответил на вопрос. Ну, вот здесь продолжение вопроса, да, идет при франгоскладе, да, то есть, это условия поставки в ЦА, когда, собственно, право собственности переходит к покупателю на складе у продавца. Если вывод с поставщиком планируется, при этом, как вы говорите, покупатель неизвестен до конца торгов, как рассчитывать цену, на сколько слову на сторону определения цены? Никак, мы рассчитываем цены, мы по результатам прошедших сделок, знаете, то есть, ну, там, наступило утро, там, 10 утра, покупатели и продавцы, которые, соответственно, зарегистрированы на, как участники торгов на бирже, они выставляют с утра свои предложения и спрос, да, то есть, продавцы, они говорят, мы продаем пиловочник, там, по 6 тысяч рублей за кубометр, вот, покупатели говорят, мы бы хотели бы купить его по 5800. В какое-то время это продолжается, до тех пор, пока либо продавец, ну, продавец, там, например, 5900 выставит, опять не смолкнулось, да, как-то. Потом все-таки, ну, решили, что вот 5900 – хорошая цена. Вот. Сделка прошла. После этого, например, предложение закончилось. Больше его нету. Ну, и вот покупатели, которые не успели купить, там, по 5900, там, думают, ну, нехорошо. То есть, в целом, здесь все очень похоже, там, скажем, на фондовый рынок, с которым, ну, большинство, ну, там, скажем, людей, имеющих отношение к бизнесу, намного лучше знакомы, то есть, как торги происходят, там, по валюте, по доллару США, или, там, скажем, у акций, там, российских компаний. Ну, просто, конечно, динамики здесь такой нету, да, то есть, у нас так, пляшу в графике, ну, это же вопрос там тоже такой определенной ликвидности и, ну, желательности или нежелательности в присутствии спекулянтов, которые увеличивают ликвидность, да, на рынке. То есть, пока это происходит вот так. То есть, как правило, мы видим, что сделки проходят по ценам, либо вот по предложению от продавца, либо по спросу от покупателя. То есть, вот каких-то колебаний таких пока не было видно, если мы говорим про биржевую платформу. Да? Коллеги, я добавлю немного. Смотрите, еще важная, очень важная функция биржи – это обеспечить недискриминационный доступ всех участников ко всем возможностям биржи. То есть, и если мы говорим, например, о том, что для всех покупателей на бирже равные возможности, то мы говорим в том числе и об информационной открытости. Опять же, как я уже сказал, есть две формы проведения торгов на бирже. Да, это стандартизированная древесина, которая проходит в режиме классической биржевой торговли, в режиме двойного встречного аукциона, и режим аукционной платформы, аукционной площадки. То есть, на аукционной площадке извещение о том, что состоятся торги на таком-то базисе, таким-то объемом древесины, оно в соответствии с гражданским кодексом вообще публикуется за, ну, не менее чем за 30 дней до проведения торгов. Если мы говорим про классическую аукционную, прошу прощения, классическую биржевую торговлю, филовочникам, филоматериалами и так далее, то также на сайте есть раздел планируемой объемы реализации, где как раз таки продавцы, которые планируют через биржевые механизмы продать тот или иной объем лесоматериалов, за не менее чем за 5 дней до торгов публикуют сведения об, ну, о планируемых объемах. Вот, то есть, соответственно, у каждого потенциального покупателя есть возможность зайти на сайт биржи, посмотреть эти планируемые объемы, на каком базисе будет выставляться, ну, какой вид древесины, и в эту дату зайти в торговую систему, ну, естественно, если участник на бирже уже аккредитован и имеет такую техническую возможность, вот, и поучаствовать в торгах на покупку того или иного вида лесоматериалов, вот, то есть, я еще раз говорю, это в первую очередь абсолютная информационная открытость, это обеспечение недискриминационного доступа участников к торгам, и это, ну, то есть, по сути, как вот коллеги мои любят говорить, уравнивание больших и малых участников в рамках одной торговой сессии, то есть ни у кого нет каких-то преференций, правила торгов, они для всех едины, они, опять же, открыты, они на сайте биржи опубликованы, и биржа проводит торги только по этим правилам, которые, сделаю акцент, вот, не просто правила биржи какие-то для себя придумала, и по ним говорят, а эти правила утверждаются в Центральном банке Российской Федерации, как в мегарегуляторе финансового рынка, и Центральный банк Российской Федерации очень бдительно следит за, ну, вы сами знаете это по той же банковской тематике, да, то есть это достаточно, бывают жесткие решения в случае несоблюдения участниками финансового рынка действующих правил, да, то есть поэтому здесь это абсолютно прозрачная и хорошо описанная и понятная процедура. Можно, Кирилл, я вот просто тоже вижу вопросы, да, которые в ленте возникают. Видимо, не до конца вот все-таки такое понимание, вот, например, вот у бутера, да, скажем, что есть суть там биржевой сделки. То есть продавец предложил 5900, сторговались 5850, а победитель оказался с другого конца страны, куда с доставкой цена 11 тысяч. Вообще не так. То есть вот, ну, если совсем, ну, как-то на пальцах эту конструкцию представить, вот я сейчас вижу там перед собой три видеоряда, там, я, мой коллега Андрей Корявкин и модератор Кирилл Геревович. Да, вот условно, там, ну, будем так говорить, вот Кирилл Геревович продает, да, ну, только мы не видим его лично, да, он участник номер один, он инкомплект. Он продает, вот как мы здесь пишем, там, по 5900. Мы с ним не ведем никаких переговоров, то есть мы не звоним ему, там, на мобильный, и говорим, что-то дорого, там, 5900, давай, там, на сотню ранее. Нет, я и Андрей, который тоже, в общем-то, инкогнито и друг о друге, там, что они не знают, да, мы тоже не ведем каких-то, там, переговоров. Ну, либо можем, конечно, вести, если мы друг друга знаем, но, тем не менее, у каждого, там, свой какой-то коммерческий интерес. Если меня устраивает 5900, цена 5900, я хватаю. Либо я ставлю 5850, и вот, как бы, ну, уж на личности так перевожу, извините, да, то есть ставлю Кирилла перед выбором, что, может быть, он понизит цену с 5900, но он не знает, что это я, и он не знает, о чем в данный момент думает Андрей Кореев. То есть у нас нет никакого переговорного процесса в процессе торгов. Да, то есть вот мы говорим о том, что в таком месте, да, то есть, там, промплощадки, ЛПК, там, рядом с рекой Иртыш, там, GPS-координаты продаются в штабелях, лежит, и ловочник стоит он 6000 рублей за кубический метр. Вы можете в торгах выставить там предложение. Вот по 5900 возьмем. Дальше та сторона будет решать, соглашаться на это приглашение или нет, или ждать, пока кто-то все-таки купил по 6000. Куда вы это повезете, купив это там в Иркутской области, там, близко себе там куда-то дом построить или в Китай, это никого не волнует. Ведь на самом деле китайские компании сейчас покупают лес не только на Дальнем Востоке, там, в Сибири, да, мы уже повсеместно сталкиваемся с тем, что китайские компании покупают древесину в Северо-Западном федеральном округе, в Коми, в Архангельске. Вот уж полпланеты, наверное, ну, кто-то думает о том, сколько стоит это перевести. Да, там, может быть, какие-то аспекты по софинансированию страны, государства, еще что-то. Но я думаю, что все так или иначе деньги считают. То есть тут мы говорим, цена товара в конкретной точке. Стоимость доставки, это, повторюсь, обычно не влияет никаким образом на биржевую цену. Да, то есть это, там, как вот с топливом, это такой вот шаг с РЖД. И тут также вот был второй вопрос. Так, ну, тоже, который требует, наверное, такого объяснения, да. То есть как будет происходить оплата за сырье, если, там, пиловочник первый сорт, договорились на условиях склад покупателя, поставщик везет, там, пиловочник первого сорта, выявляется бракным и так далее. Мы как раз, там, уже, там, проходили такие сюжеты с одним очень крупным лесопромышленным перерабатывающим предприятием ЦБК, с очень жестким регламентом по приемке, очень автоматизированным, то есть вот, ну, хай-тек, да. То есть, да, прошли биржевые сделки, на которых был приобретен баланс, да, то есть определенные, там, с основы, с определенными параметрами. Вообще говоря, биржевые правила предусматривают то, что мы называем толеренсом, то есть, там, до 10% в момент поставки может прийти, там, ну, не хватить, или, наоборот, чуть больше, и в этих рамках стороны должны прийти, ну, как сказать, к мировому соглашению, да, то есть, ну, там, может быть, получится либо вернуть часть, там, удержанных средств рынка, либо доплатить за лишний товар, ну, это там, ну, стороны об этом предупреждены, что может возникнуть такая ситуация. Это вообще проблема товарного рынка в сравнении с фондом. Доллар США, он, один доллар США, ну, никто вам не выставит, там, один доллар пять центов. Древесина, как и нефтепродукты, и любые другие, ну, товарные, ну, позиции на товарных рынках, они, конечно, допускают какой-то, там, плюс-минус, там, по качеству вопроса. Вот если за толеран за этот вот выходит, ну, дальше есть, там, два варианта, да, как бы, то есть, если невиновная сторона категорически этого не приемлет, то, по сути, произойдет, там, сработает инструмент наказания, да, как бы, то есть, там, виновная сторона будет решена гарантийного обеспечения, и которая будет направлена в сторону невиновной стороны. То есть, это такой механизм внесудебного, ну, какой-то сатисфакции, да, то есть, может быть, этого будет недостаточно, но зато это прямо, ну, вот, скажем так, быстро, да, то есть, в сравнении, там, со всеми судебными процедурами, которые, там, занимают, ну, вот, это будет, знаете, там, несколько дней. Поэтому это дисциплинирует участников биржевых торгов, да, как бы, либо, в принципе, такое тоже иногда бывает, сталкиваются, как бы, со всякими ситуациями, то есть, если стороны к консенсусу придут, то ситуация выравнивается. Но, естественно, происходит, ну, всегда, вот, такой вот переподсчет средств, да, то есть, еще раз говорю, что, если, например, было куплено, там, тысяча кубов пиловочника, и биржевая сделка, там, заключена была, там, по 6 тысяч рублей, то есть, вот, мы, там, понимаем, 6 миллионов. В этот момент в клиринговой организации 6 миллионов со стороны покупателя блокируется, да, и биржа, ну, и клиринг, да, он дожидается того момента, когда произойдет фактическая передача правособственности на товар. То есть, вот, как только этот факт состоялся, да, то есть, правособственности перешло, что стороны нас об этом уведомили, и дальше он там, ну, если клиринг смотрит, что, например, пришло не тысячу кубов, ну, условно сейчас, да, скажем, 900, то в клиринге, из клиринговой компании в сторону продавца направляется, там, 900 умножить на 6 тысяч, там, 5-400, 5 миллионов 400, 600 тысяч вернутся продавцу. Или, наоборот, значит, соответственно, покупателю нужно будет там доплатить, и все. То есть, вот эти все вопросы, они, так или иначе, решаются. То есть, тут не возникает такой ситуации, что там потом какой-то должок тянется, или еще что-то. Но с пересортицей это, ну, тоже такая проблема. То есть, тут, ну, как вам сказать, понимаете, ну, я думаю, что участники сегодняшнего форума эту проблему там знают лучше меня. Да, где-то можно, наверное, на пальцах там договориться, но я думаю, что крупный переработчик, который ждет балансовую древесину, там, сосну, ну, да, а вот у нас, например, на северо-западе есть там отдельный сюжет, где вообще елка нужна, да, ну, вы ему привезли березу и гнилую, ну, он ее не возьмет ни по какой цене. Понимаете, ну, что произойдет? Ну, отворот-поворот, как бы, то есть, сделка не состоялась. А так как она была биржевая, то наступают последствия, которые описаны в правилах торгов, которые Андрей несколько минут назад сказал. Ну, я думаю, что я вот ответил тоже на этот вопрос. Да, ну, здесь вот продолжаются вопросы, вот, например, от СП Гутера. Вот расчеты сторон идут напрямую, минуя биржу. Да, вот последний вопрос. Нет, расчеты сторон не идут напрямую, минуя биржу, они идут как раз через клиринговые счета, открытые участниками как раз-таки на бирже, потому что я напомню, что помимо лицензии Центробанка на деятельность по организации торгов, ну, то есть, вот, на биржевую деятельность, биржа также имеет лицензию на осуществление клиринговой деятельности. То есть, и это в дополнение к тому, что я говорил в своей презентации, что у нас еще есть отдельная клиринговая компания, но она там обслуживает не рынок лесоматериалов, она обслуживает другие рынки, срочный рынок, рынок природного газа и так далее. Вот, то есть, биржа как раз-таки выполняет функции клиринговой организации и расчеты идут через, еще раз повторюсь, клиринговые счета, которые открываются каждому участнику торгов в системе клиринга. Вот, то есть, и, ну, здесь давайте разделим, то есть, как я уже говорил, две формы проведения торгов, да, то есть, если это классическая биржевая торговля, то это все на сегодняшний день идет через клиринговые счета, то есть, и расчет за товар, вот. Сам механизм, вот, Евгений буквально две минуты назад объяснил, то есть, как он работает. Вот, если мы говорим о аукционной платформе системы электронных торгов вне биржевого рынка, то там участники также имеют обязанность внести гарантийное обеспечение в качестве, ну, гарантии исполнения своих будущих обязательств. Но там на сегодняшний день расчеты производятся, то есть, от покупателя, подавцу напрямую на его реквизиты. Но и эта ситуация в скором может измениться, и, возможно, даже на аукционной платформе вскоре расчеты будут за товар, именно за товар, я не про гарантийное обеспечение сейчас говорю, будут идти именно через клиринговые счета. Кирилл, у меня вот такое предложение. Вот у меня есть тут вопрос один вижу, который, в принципе, предусвещает вам следующую вот нашу там часть, да, которую я буду произносить. Либо вот, как мы говорили о том, что какой-то перерыв будем, объявляют там каждый час там на 5-10 минут, и тогда вот следующую часть мы начнем вот с этого вопроса, который я сейчас все там не забуду. Да, давайте сейчас прервемся на 5 минут, ну да, давайте на 5 минут прервемся, чтобы все могли там отойти, если необходимо. Единственное, что я здесь дополню по поводу тех вопросов, да, которые звучали, скажем так, немножечко резюмируя, ну, коллеги, поправите, если я в чем-то буду неправ. Значит, по поводу формирования стоимости на бирже и по поводу там цены доставки, что ввести там из Красноярского края в Приволжский федеральный округ, да, либо продавать сюда же в Красноярск, и так далее. Ну, первое, что нужно понимать, что через биржу сейчас реализуются в помощи для там нефтепродуктов. Понятное дело, что они могут ехать в абсолютно разные места при разных покупателях, которые выигрывают биржу в торгии. Да, это нужно. Эти вопросы решенные. И здесь, да, так же важно понимать, что это товарная биржа и биржевые цены устанавливаются на товары, а не на услугу по транспортировке. Если вы хотите где-то отдельно там прописывать эту перевозку, да, другая история не научит. То есть здесь речь идет о том, что вы продаете товар, вы устанавливаете цену на древесину, а не цену на то, что у вас машина поедет, или поезд поедет, или там корабль поплывет и так далее. То есть это стоимость именно самого товара. Если я не ошибаюсь, конечно. Да. Ну, все, тогда вот через сколько? Пять минут, да, берем? Да, давайте через пять минут. Соответственно, в 13, ну, давайте там в 13, давайте на 10, ну, давайте в 13.05 мы возвращаемся и продолжаем работу. Коллеги, кто-то из вас забыл выключить микрофон пока что. А, это я, наверное, да? Да, это я, судя по всему вы. Так, как его тут выключить? А там же, где вот на... где ваше изображение, там микрофончик есть. А вот он его. Или можете просто закрыть новое окошко свое. Я что-то сделал. Ну, вот я... А звук... Вот так. Вот все, звук сейчас отключен. Вижу, что вы шевелите губами, но ничего не слышу. Все отлично, звук отключился. Да, я думаю, что можем продолжать. Тогда, Евгений, включать вашу презентацию. Да. Да, коллеги, одну секунду можно. Вот, чтобы, наверное, уже закрыть окончательно вопрос вот с ценой доставки и так далее. Вот, потому что вот я вижу, что, ну, вопрос дальше на эту тему. То есть, эта тема продолжает развиваться и до конца понимания, видимо, все равно нет. Ну, я, наверное, попробую так сформулировать. То есть, покупатель, идя на торги, заходя в торговую систему, он сразу видит, на каких условиях продается товар. То есть, вот это то, о чем я тоже в презентации говорил, что существуют разные способы поставки. И если по данному конкретному биржевому инструменту, на конкретном базисе, способ поставки обозначен как самовывоз, то это означает, что вот по конкретному биржевому инструменту купить можно только на условиях самовывоза. И покупатель об этом знает заранее. То есть, для него не будет сюрприза. То есть, не будет такого, что он покупал, думая, что ему привезут на его склад, а оказывается, ему нужно самому забирать. Нет. Все способы поставки закодированы в биржевом инструменте. Все биржевые инструменты описаны на сайте. В спецификации биржевого товара, там есть раздел специальный, где биржевые инструменты, допущенные к торгам. Вот если в коде инструмента... Андрей, Андрей, можно? Я вам предложу. Просто у нас сейчас сегодняшнее мероприятие, оно немножко о другом вопросе. По технологиям торгов, вот по этим деталям и нюансам, на самом деле, на нашей бирже регулярно проводится соответствующий фундамент клиентской службы. Они... Все рынки так или иначе, они похожи. Повторюсь, нефтепродукты, древесина, минеральное удобрение. То есть, вот эти вот все механизмы, как кто что забирает и как договариваться. Поверьте, в нефтепродуктах там тоже есть очень масса нюансов. Каждый МПЗ старается работать с определенной транспортной компанией, там время доступа. То есть, это все, как правило, прописывается в договорах. Вот о чем правильно говорит Андрей, это то, что это потом не будет каким-то сюрпризом, что вы купили древесину в таком-то месте, да, там в порту Санкт-Петербурга. И вдруг для вас выясняется, что вы возите, вы должны вертолетами. Нет. Нет. Там будет четко. Самовывоз автотопорта, самовывоз там железной дорогой, да, там с такого железнодорожного пункта. Да, там еще что. То есть, это не креугольный вопрос. Хочу сказать, что вот я начну, когда свое выступление, я скажу, для нас этот рынок, ну, как бы стартующий, да, хоть вот уже несколько лет, но вот каждый раз мы сталкиваемся с какими-то потребностями рынка, мы на них реагируем и пытаемся дополнить это, ну, если этот инструмент действительно востребован и влияет на объемы торгов, да, ну, повлияет на их увеличение. Ну, конечно же, на это идем. Но в целом, повторюсь, такой проблематики не стоит, а можно послушать любой вот вебинар у клиентской службы, у девушек, там, по нефтепродуктам, и все будет понятно, да, вот как нефтепродукты торговятся, там просто вебинары чаще проводятся, там, по медоврениям в последнее время, вот так как это активно сейчас развивающийся рынок, да, то есть и по древесине, наверное, тоже будет. Вот, я тогда еще вот на один вопрос отвечу, то есть Евгения Французова, и начну свою презентацию с вопроса, который как раз опять говорит о том, что же происходит. Ну, как, с нашей точки зрения, как мы, как биржа, видим. Вот, планируемые объемы выставляются без цены, спрашивайте Евгения Французова, как узнать стартовую цену. Значит, ну, если мы говорим про аукционную платформу, ну, электронную платформу, то там стартовая цена известна, это же аукцион, и дальше пойдут, соответственно, покупатели играть на повышение. Да, как бы, если мы говорим о классических биржевых торгах, никак, потому что, ну, вот просто можете посмотреть, как завтра, с чего начнется торговля долларом, или, например, биткоином, или бензином 95-го. То есть есть специальная процедура, она описана в правилах торгов, которая размещена на сайте СПБ МТСБ. Есть так называемый вот доторговый период, когда участники могут размещать свои заявки по цене и по количеству, потому что надо помнить, что в отличие аукциона, биржевой рынок, он уже такой дробный. То есть, например, тысяча кубометров пиловочника может продаваться, соответственно, там, 40 лотами по 25 кубов. И некоторые участники могут захотеть выкупить там 3 лота 75 кубов. Например, в один автовоз там с прицепом влезет. После того, как наступает, соответственно, старт торгов, то те сделки, которые пересеклись по спросу и предложению, они схлопываются. И вот первая сделка, по которой, ну, по цене, которая прошла, вот первая сделка, она и так называется там. Вот в этом режиме это вот стартовая цена. В течение дня она ходит вверх-вниз, если торги активные, да, вот как, повторюсь, по доллару США. Потом считается средняя цена там и так далее, все индексы. Но, естественно, никто заранее не объявляет. В этом смысл анонимной биржевой торговли. Такой, что объемы-то это мы настаиваем для того, чтобы все-таки люди понимали, что будет происходить завтра, послезавтра и так далее. И поверьте, на нефтяном рынке это тоже происходит и понятно. Теперь вот тут есть вопрос. Я сейчас вот его озвучу и начну подгружать презентацию. Почему на бирже в основном выставлена древесина в виде хвостов, там с учами бревен, а вот березы для выработки лучевого шпола очень мало. Когда будет много? Значит, вот тогда я сейчас запускаю свою презентацию. И так. Так, сейчас, Евгений, я еще пару слов дополню. Здесь вот есть вопрос, да, значит, пишет, что пытаются определить, насколько выгодно торговать через биржу. Через биржу торговать, естественно, выгодно, потому что это торговля, и вы сами устанавливаете свою цену, вы вряд ли будете ставить цену, которая вам не выгодна. И биржа – это не замена обычным отношениям, да, там, рыночным отношениям. Биржа – это дополнительный инструмент, это польза дополнительного рынка сбыта. Например, у вас там большой объем заготовки, а покупателя вы не нашли. Вы, естественно, можете там эти остатки, например, выкладывать на биржу. Либо, если в дальнейшем вам понравится этот инструмент, вы понимаете, что он удобный, вы можете, ну, естественно, и целиком перейти на биржу, если вам так захочется. То есть здесь, опять же, нужно понимать, что это не обязательная на сегодняшний день процедура торговать только через биржу. Да, и в теории, конечно, к этому есть некоторые предпосылки, чтобы биржевая торговля, если материалами стало более, скажем так, распространенной, чем рыночная, да, но это желание нашего государства с точки зрения, опять же, определения ценообразования на древесину. Но, в общем и целом, естественно, торговать всегда выгодно. И тоже такой вопрос, который вот несколько раз звучал, коллеги, я не знаю, любые не заметили его, не хотят на него отвечать пока что, но, хотя, вряд ли, не хотят. О стоимости услуг биржи, да, то есть, сколько это стоит? Цена услуг биржи? Здесь-то никакого, абсолютно никакого секрета нет. Более того, опять же, к вопросу об информационной открытости, да, то есть, тарифы биржи, все тарифы биржи размещены в открытом доступе на сайте биржи. Скажем так, эти тарифы делятся на несколько групп, то есть, это плата за участие в торгах, вот, а дальше идет определенная вариативность в зависимости от того, в каком статусе вы планируете принимать участие в торгах. Планируете ли вы заключать сделки только в своих интересах, или вы планируете стать, например, биржевым брокером и заключать сделки не только в своих интересах, но и в интересах своих клиентов, да, третьих лиц. Это, то есть, и это, ну, определенная шкала, определенная градация по тарифам, да, есть тарифы за технические услуги, да, то есть, за использование там каналов связи и торгового терминала, вот, и есть тарифы, которые биржевой сбор и клиринговый сбор по итогам заключенных сделок, да, то есть, если вы сделок не заключали, вы, естественно, их не уплачиваете. Вот, я имею в виду биржевые клиринговые сборы. Вот, то есть, поэтому, на самом деле, мы специально, мы с Евгением обсуждали этот вопрос, и поскольку тема у нас заявлена сегодня немного другая, то вот те слайды, которые, ну, расшифровывают все виды тарифов, мы специально из презентации убрали, не потому, чтобы их скрыть от участников, а именно потому, что это вопрос такой технический, но я думаю, что, ну, может быть, там, в конце нашего мероприятия, я не знаю, я, да и Евгений, думаю, готовы написать там свои, ну, свои адреса электронной почты в чат, то есть, чтобы они были, вот, всем участникам сегодняшней конференции доступны, и мы готовы отправить на электронную почту прям, ну, целую презентацию по тарифам биржи, как бы, то есть, ну, повторюсь, они есть и на сайте, как бы, вот, мы готовы продублировать. Допускаю, что, Кирилл, она у вас может даже и быть, знаете, а так, чтобы вот совсем подчеркнуть, то есть, да, есть постоянные затраты, переменные, вот, когда мы говорим о переменных затратах, там, комиссия биржи 6 сотых, сотых процентов, длинная компания 57 тысячных процентов. Мы просто столько вопросов этих слышали все время на форумах, там, на каких-то переговорах, там, и так далее, нас все время обвиняют в каком-то таком посредничестве, на котором мы, там, наживаемся, вот, никто ни разу не показал ни одного контрагента, который перевалил древесину вот, там, не то, что 6 сотых, хотя бы под 6 десятых процентов. А цепочки бывают длинненькие. Вот, хорошо, давайте так, все-таки, вот, я отвечаю на вопрос, почему мало березы, да, а вообще, ну, наверное, такой вопрос, вот, как мы видим, что происходит, что мы предлагаем, что у нас получается, что у нас не получается, да, вот, 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 как раз о перспективах и поговорим. Ну, я начну, наверное, с того, что, сколько там, полтора десятка лет, да, новым лесным отношениям, да, которые вступили, вот, вступление в действие лесного кодекса, да, в 6-м году, по-моему, вступил. С тем количеством изменений, дополнений, его, там, правок, некоторых, вот, мы пришли, ну, я бы так сказал, где-то, вот, как раз, ну, в 14-м, к 15-му году, ну, давайте так, наверное, накопились какие-то претензии у лесопромышленных предприятий, там, у госорганов, ну, и у государства тоже накопился ряд вопросов, на которые государство хотел увидеть, ну, какое-то понимание, куда ОТОС тоже пойдет, да, то есть это были вопросы, там, криминала в лесу, да, то есть незаконных рубок. Я представляю территорию, вот я и мой коллега Андрей, мы представляем территорию, там, северо-западного федерального округа, у нас с незаконными рубками уже вот такой катастрофы давно не стоит, так, как, очень много милиции в лесу, ТПС, там, и так далее, в Сибири больше стоит, да, там, связаны вопросы с сохранением лесов, с пожарами, там, еще что-то. Был бы для страны нерешенный вопрос, да, как бы, вот вопрос декриминализации лесных отношений. Также, ну, вот такая сейчас есть новая такая формулировка, необоснованная оптимизация налогов, да, ну, скажем так, государство не очень устраивает, наверное, когда происходят сделки с занижением цены и с недоплатой соответствующих, там, налогов. В первую очередь, конечно же, НДС, вот, и, ну, понимаете, пострадали в первую очередь, там, я точно знаю, там, опять крупных переработчиков, там, на северо-западе, да, то есть, они начислили сотни миллионов рублей, да, но это не изменило практике отношений, потому что лесные отношения, они очень многогранные, что отличает, там, от нефтепродуктов, потому что там, где игроков-то, которые, ну, добывают нефть и производят, соответственно, нефтепродукты, их очень мало, все сконцентрировано, а лесные отношения, ну, исторически сложилось так, что очень много арендаторов, очень много до сих пор автономных бюджетных учреждений, ну, автономных учреждений, да, то есть, есть отдельные крупные заготовители, мелкие заготовители, средние заготовители, есть компании, у которых там, фактически, как у нефтяных, вот, наших гигантов, вертикальная интеграция происходит, то есть, своя аренда, своя заготовка, своя переработка, своя реализация, да, вот, вот подошли мы с такими проблемами и пошли, ну, назовем там, дискуссии, обсуждения, какие-то форумы, встречи, вот, 18-19 год, очень много, то есть, там, все это озвучивалось, биржа, так как в 14-м году это вообще было там прямое поручение Путина, подготовить какое-то решение, оно касалось, конечно же, тогда, на тот момент, касалось эффективности реализации древесины в государственные учреждениях, да, потому что цены, по которым государственные учреждения продавали, поступающие по разным вариантам древесины, то есть, ну, чаще всего, конечно, это, конечно, санитарно-здоровительные мероприятия, но там бывают исключения, есть аушки, у которых есть своя аренда, либо они докупают на аукционах малого-среднего бизнеса, что, в общем, там, сомнительно, наверное, там уйдет или уже ушло, но продают, как правило, ну, по каким-то непонятным договоренным отношениям, контрагентам, которые вообще говорят, то ли удобно им, то ли еще что-то, вот, ну, государство-то все-таки свои средства тоже хочет как-то считать, максимизировать, вот, и наши торги просто в первый же год показали, там кратный вообще рост выручки лесхозов, которые пришли к нам на биржу. Соответственно, мы во всех этих мероприятиях, в 18-19, особенно в 19-й год, такой был прямо очень активный, у нас прямо такое, я не знаю, лейтмотивное такое слово звучало, сколько стоит лес, да, и вот на этом, так как в силу, ну, законодательства и вообще в силу, там, мировой практики, да, мы говорим о том, что биржевые торги, они четко определяют, сколько стоит, вот, данный конкретный товар в данное время, там, это недели или месяц в году, да, как бы, ну, вот в данном приблизительно географическом месте, да. Других механизмов, мы знаем, там, по налоговому кодексу, там, например, налоговая инспекция, она это практикует, можно обзвонить 10 лесозаготовительных компаний и узнать, а почему они продают, потом посчитать какой-нибудь интеграл, взять среднее, и это тоже, в общем, механизм. Ну, тут можно позвонить в одни компании, одна цифра выскочит, в другие компании, другая цифра, поделим неправильно, третья цифра возникнет, то есть все равно такое вокруг да около, а биржевые индикаторы, они, ну, вот самые, наверное, скажем так, актуальные и самые лучшие. Вот мы, ну, биржа, я говорю, мы, Санкт-Петербургская международная товарная царевая биржа, мы на всех этих вот дискуссиях, форумах, каких-то мероприятиях, федеральном собрании, то есть Госдума, там, Совет Федерации, мы приходили и говорили, что если, правда, проблема стоит, например, там, занижение цены, давайте подумаем, скажем, о торгах на экспорт через форму организованных торгов, через биржевые торги. К сожалению, ну, я сейчас могу констатировать, да, к сожалению, все, ну, частные леспромышленные компании, они сказали, ну, нет, это было бы, конечно, бы очень здорово, да, как бы, но к нам, пожалуйста, это не надо относить, потому что у нас настолько все тут вот вообще по-особенному, то есть это вот, вот у всех там древесина, а у нас вот там древесина вот такая, в общем, нас, пожалуйста, не трогайте, да. Ну, вот закончилось тем, о чем вот там Кирилл сообщил там, ну, уже там не первый, видимо, раз, а там еще, ну, просто в начале нашего мероприятия, в оконцовке просто уже вот там президент страны сказал, запретить экспорт, там, вот, низко обработанного круглых лесоматериалов, а именно там пиловочника, да, как бы, просто с 1 января 2022 года. Вот сейчас пошли обратные такие, знаете, звонки, если честно, да, и говорят, а вот теперь, потому что там другое предложение у Юрия Труднева, это, ну, вот недавно она опять там в СМИ проскочила, это создание госкорпорации, у которой будет эксклюзивное право на торговлю пиловочник. Ну, вот, наверное, госкорпорации, ну, частному бизнесу будет тоже там не подойти, поэтому все обратили, ну, вспомнили о нас, да, и сказали, давайте будем вот торговать на организованных торгах. Ну, мы на это говорим, ну, так политическое решение-то принято, и завтра его уже там точно не отменят. Вот, ну, может быть, мы к этому придем, мы, ну, так, мы от своей, там, вот этого предложения не отказываемся, но сейчас мы его не можем обеспечить его выполнение. И вот уже тогда, подводя по счетам, вот, что у нас происходило эти пять лет, почему это происходило, почему же мало березов, частный сектор пока не очень активно откликнулся на возможности, которые предоставила наша биржа по организации биржевых торгов в древесине. А в какой-то степени можно говорить, что не то, чтобы государственные учреждения обязали, но их к этому подвели, а даже, наверное, чуть позже. Да, как бы, поэтому мы располагали тем ресурсом, тем, теми лесоматериалами, которые в первую очередь были у автономных учреждений. Вот. И, конечно же, это в первую очередь у нас, ну, стартовали торги в Иркутске, у наших вот иркутских коллеги, там, наверняка в следующих мероприятиях, там, присоединяться у них, там, плюс несколько часов. Там березы очень мало, там сосна и ель, там, и пихта. Березы – это вот СЗФО, и то, там, южнее Ленобласти. Да, вот. К сожалению, в СЗФО у нас картинка тоже очень пёсленькая, и вот там, где береза, там у нас, к сожалению, предложение выставить некому, госучреждения нет. А частники, они, ну, продолжают там, вот, вести какую-то свою, какую-то историю. Поэтому, вот, повторюсь, что мы пришли вот к 21-му году к тому, что вот эти вот взаимные претензии, я бы сказал, да, вот в лесных отношениях между, там, собственниками, ресурсом, да, то есть, там, между адрендаторами и готовителями, и, грубо говоря, государством, пришли в какую-то такую фазу, когда, по сути, вопрос ушёл на, там, самый высший уровень, который только можно себе представить, там, на личный контроль президента, который поставил ряд задач, и которые уже просто мы не обсуждаем, будут ли они выполнены, да, мы, там, надо очень поторопиться, чтобы успеть выполнить поручения, да, вот. Значит, ну, в первую очередь мы сейчас говорим, что, скорее всего, будет всё-таки полностью уже утверждено, вот, третий ФЗ, который вышел, там, в начале февраля, это вот, это первая партия поправок в лесной кодекс, которые были определены Владимиру Владимировичу Путиным, да, как бы, вот, в мае, там, ожидаем вторую, да, такую вот партию вот этих вот поправок, где мы полагаем, что уже будет полностью, там, обязанное государственное учреждение реализовать, реализовывать свою древесину на биржевых торгах. И, соответственно, уже и вице-премьер Виктория Абрамченко, она, ну, в общем, тоже понимает, зачем это всё делается и происходит, да, то есть вот она дала поручение, у Мишустина уже ряд поручений проскакивает касается, то есть мы видим, что во втором наполнении будет вот это вот обязательство, то есть вся, так или иначе, ну, то, что мы называем в кавычке такая государственная древесина, она, в принципе, должна быть обязоваться на биржевых торгах. И поэтому все сложившиеся практики, там, сейчас, конечно, они в основном касаются, ну, нет, и крупный бизнес тоже бывает, там, крупные производители покупают древесину у лесхозов. Ну, конечно, в первую очередь мы говорим о малом и среднем бизнесе. Вот все существующие схемы будут, ну, в этот момент поросшены. И, ну, хорошо, это плохо, я не знаю, но когда-то были государственные тендеры, ну, люди собирались в каких-то комнатах, стучали молотком, там, поднимали карточки. Сейчас, видите, всё действительно происходит электронно, вы можете участвовать в любой процедуре, закупки ли это, там, или продажи чего-либо, там, государственным органом, ну, такая вот цивилизованная форма торговли. И мы полагаем, что вот государственная древесина уже в этом году вся будет направлена на реализацию через биржевую торговлю. Значит, помимо этого, я бы хотел сказать, что... Так, вернёмся вот к теме нашего сегодняшнего разговора, да, это вот перспективы рынка, как мы видим, вот перспективы биржевого рынка торговли в 2021 году и ещё тоже перспективы в разрезе внешней торговой деятельности. То есть вот вышла первая там вот эта вот ласточка, третий ФСМ выходит. Мы видим, что он в основном касается вопросов Лес-Егоиса, его функционала, его наполнения, его, вообще говоря, создания, по сути, потому что он сильно расширяется. И вот Кирилл анонсировал будущее своей мероприятия. Они больше относятся... То есть третий ФСМ больше относится к теме, которая, видимо, будет в будущем на площадке Гелендинга, если там обсуждаться, не знаю, или там обучаться, ничего. Мы обратили внимание, вот мы, там, биржа, да, что очень хорошо, что в этот раз поправки в лесной кодекс учли параллельно существующие и действующие очень серьезные федеральные законы, а именно там 325-й закон об организованных торгах. И поэтому вот в новом функционале Лес-Егоиса будут предусмотрены, ну, которые будут, скажем так, по-другому называться, просто я, наверное, пока позволю себе употреблять старую терминологию. Ну, не назовем это поблажки, да, а, скажем так, особенности регистрации сделок с древесиной в Лес-Егоис, совершенных на организованных торгах. Там чуть где-то больше срок, где-то еще что-то. Просто аналогично мы увидели, ну, когда начали развивать вот рынок древесины, да, столкнулись с большой проблемой вот нестыковки 44-го и 223-го ФСЗ, да, один о закупках, да, другой о приватизации, по собственному, ну, реализации госимущества. И вот когда, а Лесной кодекс вообще это там немножко по-другому переписал, то есть когда, например, государственное учреждение обладает древесиной, но при этом нуждается в закупке процедуры, потому что там не может полностью обеспечить, там, скажем, рубку, да, и там создание вот этих там сортаментов, то двунаправленно древесину учреждение должно продать подороже, закупку она должна сделать подешевле, вот начинаем считать разницу, там закон сам по себе, там закон сам по себе. Вот, там, ну, на мероприятиях СОМ, там, да, там вот пришли к такой модели, когда, если регион не может сам выполнять мероприятия СОМ, то он их размещает вот так на тендерах, закупке с правом выкупа деловой древесины по, там, по пенной плате. Ну, и заканчиваются часто такие торги, ну, не часто, но бывает такое, да, заканчиваются такие процедуры торговли до нуля. А может быть, они должны были бы уходить в отрицательную стоимость, если там много хорошей деловой древесины. Ну, вот, уже вот так. И вот эти нестыковки, они потом, ну, мешают. Вот мы сейчас увидели, что в третьем ФЗ упомянули наш базовый для биржи 325-й, и мы понимаем, что мы вот в конструктиве находимся и ожидаем только вот следующего пакета изменений в лесной кодекс. Параллельно мы, мы правда участвуем в большом количестве мероприятий, особенно там в Москве, у нас офис там большой, да, вот. Мы сейчас видим вот то, что происходит, да, там, скажем, ну, на уровне уже там каких-то постановлений правительства, да, там недавно прошло, Мишустин там особый порядок предусмотрел для хлыстов сосновых пород. То есть мы же там как страна, мы члены ВТО, и мы не можем просто там запретить бесконечный срок экспорт какой-либо продукции, да, то есть мы обязаны выполнять такие некие мировые правила. Но в исключительных случаях, например, мы там для поддержки своей промышленности можем там пользоваться какими-то периодами, да, и вот я обратил внимание, что хлысты сосновых пород, они были включены вот в этот там список, который правительство может при случае необходимости активизировать. Там по таможне прошло такое постановление, что, по-моему, на древесину теперь больше не будет распространяться, а теперь он и льготный такой режим прохождения таможни. То есть это, как сказать, переменное декларирование, да, когда контракт один большой, а везется партиями, то вы потом там доплачиваете, ну, такие взаимозачеты делаете с биржей. То есть мы видим, что в плане биржевых торгов на экспорт тоже вот есть такие ключики, которые, если рынок не откликнется на нашу деятельность, то потом, ну, опять будет, наверное, какая-то такая обида на то, что, ну, запретили там пиловочникам торговать. Соответственно, береза у нас появится тогда, когда появится предложение по березе, ну, наверное, от арендаторов. Мы ожидаем появления арендаторов лесных участков и заготовителей вот в этом году. Это не будет, конечно, сразу там, не то, что там масштабным, да, то есть все, естественно, пробуют чуть-чуть, но постепенно это будет. В принципе, на уровне Федеральной антимонопольной службы звучит, пока просто не так критично это, да, вот, ну, звучит, что в некоторых регионах есть, ну, компании, которые занимают доминирующее положение, да, там, ну, так, на вскидку, там, например, Коми, да, назову. Это означает, что вся экономически доступная лесосека там, по сути, уже разобрана даже в Коми, в этих местах. И создание какого-либо нового бизнеса, связанного с переработкой древесины, оно уже затруднительно, потому что вам негде взять сырье. Такая же практически картина сложилась вот и в Приморье, почему там Труднев говорит, что, блин, плохо запрещать экспорт. Но там же была идея в том, что будут привлечены инвестиции, будут созданы новые предприятия там и так далее. Вот попросили льготы, квоты, еще что-то. Прошло время, не произошло ничего. Ну, вот, наверное, для страны это не очень важно. Вот поэтому вот по данному слайду я просто тогда вот перечислю, что мы остаемся вот в этих предложениях и наших планах биржи по развитию торгов государственной древесины. То есть мы показали эффективность и поэтому дальше мы говорим о том, что в цели повышения контроля за денежным потоком государственных подвесных убеждений, всю заготавливаемую ими древесину реализовать на биржевых торгах. Отдельно мы тоже со своей стороны предлагаем, что ну, таких регионов немного, но они остались. Там, где аукционы для малого и среднего бизнеса по продаже лесных насаждений происходят не в электронной форме. Что регионов перешло на электронную форму? Ну, где-то вот еще молотком стучат. Мы говорим, что, наверное, надо анахронизм убирать, надо вот это исключение в лесном кодексе аннулировать. Вот. И мы несколько лет уже тоже постоянно выступаем за то, чтобы вот та древесина, которая возникает в процессе линейных рубок под линейные объекты, ну, а также это вот геологические изыскания, там, под создание водохранилища, ну, вот эти вот 43-46 статьи лесного кодекса, ну, все-таки урос имущество, наверное, забрать. Ну, пока мы не знаем, какое это решение будет принято. Потому что это тоже огромный объем древесины, который на деле можно было бы, как нам кажется, эффективно торговать, и государство получит хороший доход, который сейчас, вообще говоря, статистически незначен. Ну, вот, что мы говорим? Мы говорим, что лес-егорис, наверное, сейчас станет, ну, его трансформация приведет, ну, это будет очень серьезная система. Даже, например, вот на бирже есть такой инструмент, такая практика, да, то есть регистрация вне биржевых сделок. Это то, чтобы регуляторы, например, видели не только вот там рыночные цены, но и когда нет прямой обязанности продавцов реализовывать вот там в открытую, то вне биржевые сделки все равно ценовые параметры попадают нам в торг, ну, они, по ним сделки вы ощутить не сможете, участники торгов, но их видно, и тогда назорные органы могут задать вопрос, есть ли сильное расхождение с рыночными ценами. Вот так как мы понимаем, что лес-егорис забирает в себе этот функционал, во-первых, так или иначе, сделки будут регистрироваться в лес-егорис, и цена будет возникать. Ну, хорошо, хотя, в общем, биржа предлагала альтернативу со своей стороны. Мы несколько, больше двух лет, там, несколько лет ввели такие вот тоже переговоры с Рослесхозом о том, чтобы в порядке удобства для лесных компаний, лесоперерабатывающих компаний, определенную обеспечить интеграцию с лес-егорисом, там были вопросы по применению электронных ключей, и вот пришли к такому сюжету, когда в результате биржевой сделки будет автоматическое заполнение, ну, предзаполнение всех требуемых полей, там, по формам отчетности, и стороны сделки должны будут только уже в системе лес-егориса, применив свой там электронный ключ и ЦП, подтвердить данные. Ну, это скорее такой вот функционал удобства, потому что отношения с электронной системой лес-егорис это, ну, такие, не милицейская функция, но надзорная. Мы не можем на себя взять доверенность со стороны лесопромышленных компаний, ну, и государство нам не даст. И пока вот процесс идет, к сожалению, не очень динамично, потому что, опять, это, ну, делает, это происходит полностью за счет государства, государство делает этот лес-егорис. То есть, никакое государственно-частное партнерство не предусмотрено. Все технические задания к лес-егорису формируются на стране государства, там, уровни доступа, там, и так далее. То есть, грубо говоря, биржа, она точно такое же коммерческое предприятие для лес-егориса, как и любая там леспромышленная компания. Ну, мы надеемся, что вот соглашение, которое было заключено там уже в конце лета, по-моему, прошлого года, оно позволит, мы такой функционал добавим. Значит, ну, вот я ответил на вопрос, почему березы мало. И надеюсь, что я попробовал, предусмотрев такой вопрос, ответить на вопрос такой, а выгодно ли вообще иметь сближай дело. Когда мы говорим о выгоде лес-промышленных компаний, вот я все-таки, почему, я ухожу от этого, то есть, мы не говорим здесь про вот этих самых, там, 6 сотых процентов за совершение сделки. Вообще говоря, ну, и там 0,57 тысячных за клиринг, вообще говоря, дает довольно большое удобство для участников рынка. Например, там, по финансовой дисциплине часто заплаты компаний значительно превышают вот те средства, которые будут направляться компаниями за услуги биржи. Но мы говорим о том, что мы сейчас видим, ну, вот этот вот серьезный, очень сильный, заданный президентом страны вектор, да, вот по изменению лесных отношений. Буквально в понедельник вот у нас было руководство биржи в Питерском офисе. И вот самое для себя такое важное, что я услышал, это было сказано, что есть такое ощущение, что высшие шеломы власти, там, скажем, президента страны, премьер-министра, есть такое чувство, что вот в марте, ой, в мае пройдут очередные, например, изменения в федеральный закон, да, вот лесной кодекс, и сразу все заработает. То есть, ну, например, там, вот с 1 июня. Потому что президент же четко дата прописал, а вот там по некоторым, вот если мы не видим закон, да, если биржа не видит закона, да, если наши юристы это прочитать не могут, мы до конца предположить схему, математику, да, торговлю. Тоже, видите, это гадание такое на кофейной бегущей. Мы готовимся как можем, да, вот, чтобы там не подвести участников, да. Но, к сожалению, вот тема моего сегодняшнего выступления, она к тому, что мы видим определенный, но не очень яркий интерес вот потенциальных покупателей государственной древесины, которые в основном представлены на нашей бирже. Мы видим такой, какой-то неприкрытый скепсис там в свою сторону. И, ну, сначала нам говорят, что это вообще невозможно сделать, потом говорят, что это бессмысленно, потом вот ситуация меняется. Понимаете, мы хотим, мы попросили вот Кирилла Веревочкина о том, что предоставила нам площадку, мы хотим услышать сегодня вот без промышленников о том, что, а что вы будете делать, если 1 июня, условно говоря, экспорт, я не знаю, там уже, ну, не пиловочника, пусть это будет доска необрезная. Вот она должна быть на организованных торгах. А вот, ну, как у нас есть тут рядовая республика дружественная, у них все через биржи происходит. И сроки-то, вот мы сейчас, уже февраль заканчивается, а, например, этот срок может быть объективно, там, 1 июля или 1 января. И как тогда быть? То есть у нас клиентская служба может там не справиться. Мы не настолько во всем на этом настаиваем, да, но мы видим, что ничего не происходит. И теперь в контексте еще добавлю биржевых торгов на экспорт. У нас всего несколько сделок. Пилот на проекте прошло на Дальнем Востоке. Ну, почему мало? Потому что пришлось просить лес промышленной компании. Почему мало? Потому что возникли попутные сложности, которые не относились к сфере там нашего понимания. Потому что мы живем там в Российской Федерации, у нас свое там валютное законодательство, регулирование внешнеторговой деятельности. У китайцев, а на той стороне были китайцы, у них свое законодательство. Там выяснилось, что, например, китайские компании не могли вносить героргийное обеспечение. Хорошо, что у нас надзорный орган Банк России помог достаточно быстро решить эту проблему. Мы вот обращались в несколько компаний северо-запада и говорили, ну, там, с Китаем мы попробуем, наши там коллеги в Иркутске или во Владивостоке там разберутся. У нас здесь на Западе вроде как Германия, Германия не Китай. То есть давайте нам посмотреть на ту специфику внешнеторговых операций, которые происходят в обороте с древесиной. Вот отклика не нашли. Поэтому, скажем, даже сейчас просить биржу вернуться к диалогу о том, что давайте сделаем биржевые организованные торги пиловочникам вместо тотального запрета, уже тоже не очень актуально. Мы не готовы его сделать для рынка завтра, потому что всего спектра проблем мы не знаем. Поэтому пользуюсь площадкой Кирилла Зевочкина, мы еще раз попросим, если кто-то найдет какая-то компания для себя, возможность, которая чувствует, что это может быть актуальным, причем в очень срочной перспективе, уже буквально в течение этого года, то мы бы там совместно нашли бы какие-то хорошие решения. Уже, наверное, в четвертый раз повторюсь, что биржа – это не очень дорого. Даже значительные постоянные затраты, о которых сказал Андрей, то есть это плата за регистрацию и плата за рабочий терминал, для малых компаний она обходит в институт брокерство, либо еще какими-то механизмами. То есть вот так мы, ну, как сказать, биржа зарабатывает за счет объема оборотов, а не за счет маржи. То есть мы не берем 10%. То есть мы объем торговли дефтепродуктами стреливаем. Вот это вот смысл моего такого сегодняшнего выступления. Презентация будет доступна у Кирилла на его ресурсе. Мы все-таки, биржа, хотим в 2021 году еще поактуализировать развитие торгов лесоматериалов на экспорт. У Андрея в презентации звучало, что уже там 30 регионов заключили соглашение. Активно торгуют не так много. Вообще торгуют там, по-моему, 18. Но я думаю, что в ближайшее время как бы включившиеся регионы все-таки выйдут со своей древесиной. Там просто не самые богатые регионы с точки зрения государственного леса. Но вот там недавно торгам присоединилась. Там добавляются базы, что называется прямо сейчас, Вологодская область. В Вологодской области очень мощный контрагент автономного учреждения. Безусловно, будут новые регионы, которые будут присоединяться в этом плане биржи. То есть будут заключены новые соглашения. Но, повторюсь, мы говорим о том, что мы исходим с того, что в ближайшее время законодатели примут решение, то есть будет принят закон, и реализация 100% древесины, которые заготавливают государственные муниципальные учреждения, они будут реализовываться на биржевых торгах. Вот такое мое... Я извинюсь, если там эмоциональное было выступление, или еще что-то, оно само по себе так вот закончилось. И, как я сказал, как мы видим перспективу, я вроде бы подсветил, что законодательство сейчас будет меняться интенсивно, быстро. Сроки введения всех этих вот правок, они будут явно очень сжатые. Ну, я думаю, что у Кирилла будет еще потом другие вебинары, когда вы обсуждаете эти даты. По каким-то параллельным еще процессам, то есть по постановлениям правительства, по приказам таможенного судка, мы видим, что это все будет происходить в этом году. Мы предлагаем уже, ну, скажем так, частному сектору, да, деятельное сотрудничество. Потому что, да, древесина отличается там от бензина, от минерального удобрения, но не так критично. Но нюансы, чтобы биржа смогла учесть эти нюансы, нам требуется содействие коммерческого сектора. Мы несколько лет убегали, например, от сертификации FSI, потому что она ненормирована в нашей стране, там еще что-то. Но так как покупатели государственной древесины об этом все-таки сказали, что, например, в европейской части России это важно, мы такие инструменты ввели. Если участники там вот сегодняшнего вебинара скажут, а вот важно вот это, мы это введем. Но мы уже не можем работать в режиме мы введем, а вы потом подумаете, пользоваться, не пользоваться. Сейчас у нас уже такая фаза, когда мы вводим по реальному потребности. То есть мы реальности там не плодим. То есть мы на очень, вот поверьте, за там 5 лет процесса мы на очень большое количество вопросов нашли ответы. Все работает. У меня все. Евгений, спасибо вам огромное. Я хотел бы еще добавить пару своих мыслей по поводу тех изменений, которые сейчас будут происходить в лесопромышленном комплексе. И первое, самое важное, что этих изменений будет огромное количество. На сегодняшний день интерес к лесопромышленному комплексу если раньше он был на уровне, скажем так, Рослесхоза и Минприроды, он никогда не выходил на самый верхний уровень в том объеме, в котором сейчас. Сейчас тема лесопрочит на уровне президента, администрации, на уровне парламента, при том, обеих палат, и в Государственной Думе и Совете Федерации у нас участвуются проблемы лесопромышленного. На уровне правительства и на уровне, это уже не просто Минприрода, а на уровне премьер-министра, на уровне вице-премьера. То есть на самом высоком уровне все это происходит. Одна из вещей, связанных с лесной промышленностью, с лесозаготовкой, которая сейчас у нас идет, это вектор на углубление именно переработки древесины. И сам по себе рынок круглых лесоматериалов должен будет, ну скажем так, падать, он должен будет снижаться. И в частности, да, сейчас предлагается запрет на предоставление древесинных участков компаниям, у которых нет собственной переработки. Это не совсем, конечно, правильная норма с точки зрения бизнеса, да, она должна быть иначе у нас происходить. Делается она под соусом того, что на сегодняшний день большое количество договоров аренды заключаются с компаниями с лесной гарантией, которые лесами занимаются. Это там завязано на лесовосстановление, на уходы за лесами, на экологические проблемы и так далее. И почему-то решением стало, что предоставить лесные участки только тем, кто переработку имеет. Почему-то забыли о том, что все-таки, наверное, нужно предоставить лесные участки лесозаготовителям, а не лесопереработчикам. Это разные виды деятельности. Ну, как ни крути, да, вот векар такой же происходит. И он идет, да. Опять же, здесь можно вспомнить историю лесопромышленного комплекса о том, что сама по себе лесозаготовка, еще в советские времена, если смотреть, она была планово-убыточной. И сами по себе лесопромышленные предприятия занимались не только заготовкой, естественно, переработкой в том числе. И здесь я, может, никому глаза не открою, да, что в принципах заготовки древесины серьезно ничего не изменилось. У нас не появилось, до сих пор не появилось интенсивного лесного хозяйства или плантационного выращивания лесов и так далее. То есть сама вся экономика процесса не изменилась, поэтому говорить о том, что у нас там заготовка древесины из планово-убыточной по советским меркам в сверхприбыль сегодня придет, да, не приходится. Поэтому то, что касается различных вариантов сбыта товарной продукции для повышения рентальности предприятий, для повышения там маржинальности деятельности, естественно, необходимо использовать все методы. И одним из методов это, собственно, расширение рынка при помощи бижевого механизма. Лично на мой взгляд, да, это очевидное решение, выход на бижевый. Поэтому сейчас вот то, о чем говорит Евгений, о том, что биржа не может самостоятельно взять и настроить всю систему на торговле биржевой лесоматериалной без участия частного сектора, без участия коммерческих организаций. Ну, скажем так, очень хорошо, что это звучит, да, я очень надеюсь, что и те, кто сейчас, да, вот, слушаете, и те, кто потом будут смотреть всю запись на YouTube у нас, да, что все-таки как-то где-то призадумываются, призадумываются, да, и, наверное, все-таки на бирже-то выйдут. Здесь я хотел один еще такой вопрос задать, вот, по тем презентациям, да, у вас идет именно лесоматериалы везде, есть ли сейчас торговля именно пиломатериалами, панерой, пилетами, да, то есть различными, различной продукцией, ну, с какой-то степенью обработки, а не только под гликом, через гликот, идет именно. Да, Кирилл, я отвечу, как я сказал, то есть мы, весь наш лесной проект, по сути, шел на плечах государственных учреждений. Пилеты, это не совсем их история. Ну, конкретно, например, с пилетами вышел частный сектор, по-моему, в Иркутске, потому что там проблема вообще с реализацией этих пилет, да, то есть по вопросам там лесовосстановления и ухода там в лесах, начали их производить, но, так как рынки сбыта достаточно далеки, пилеты, это все-таки такая больше, наверное, внешторговая история, а это не получилось. Так как лесхозы, как правило, это, ну, наверное, такое историческое наследие, ну, в лучшем случае, это почти на 90% всегда это вообще ничего, да, но в лучшем случае это там лесопилка, то понятно, что вот там помимо пиловочника, там, хрустов, балансов, у нас есть там доска обрезная, необрезная, брус, этого мало, потому что и лесхозов таких мало, знаете, лесхозов, которые производят панеру, я знаю, компания, которые, знаете, вот как это, они там полу государственные, или это АО с полным государственным участием, они делают панеру, но они пока в таком правом поле, они просто предприятие, по сути, тоже коммерческое, просто акционирование государства, да, обязанности продавать там столы или там столешницы на торгах, пока такого нету, да и может быть и не будет никогда, и не нужно этого, все-таки товарно-сырьевая биржа должна работать с базовыми какими-то материальными вот этими ресурсами, мы не должны, то есть вот каждый гвоздь не должен торговаться на бирже, это будет откровенным там перебором, да, и, наверное, ну мы тоже должны понимать, что на рынке, например, лесматериалов присутствует брендированная продукция, то есть когда не просто доска сушеная по ГОСТу, она там все параметры прошла, но некоторые, ну это уж прям вот там палета, полиэтилен закопанный у нее, бренд везде там, она же имеет определенную прибавочную стоимость, вот к некому стандартному товару, ну значит, если есть большой колоссальный объем этого, то можно как-то тоже предусмотреть, чтобы на бирже это торговалось, но скорее всего нет, скорее всего то, что мы видим в ГОСТе, вот это, ну на бирже это будут объемы, да, вот эти вот такие, какие-то базовые, пиловочник, балансы, доска, брус, шпалы, может быть, да, как и, ну фанеры нет, и уже там изделий из фанеры нет, и не надо этого на бирже, ну не дай бог как раз наоборот, если там законодатели возьмут и заставят, ой, это столько будет, по-моему, столько будет. Ну я думаю, что в этом случае, да, там на бирже имеет смысл рассматривать такие позиции, ну возьмем просто классификатор ТНВ, да, то из него, наверное, там, ну понятно, что 4401, 4403, то есть кругляк, и вероятно, наверное, еще 4407 в виде там пиломатериала, просто мы признали, не признали. Не совсем так. Там у нас спецификация, на бирже же легко там найти, открыть, она содержит, ну практически все то, что, ну, основные виды ресурсов, там и щепа есть, да, другой вопрос, что мы за эти там десятилетия в нашей стране, да, вот как бы был Советский Союз, стал Россией, там, с какими-то соседями мы дружим, с какими-то не дружим, торговых соглашений у нас, как там, по примеру, там США у нас нету, да, как бы мы вот, ну, в своем поле там живем, да, но, так как у нас в целом, мы все равно участники мировой торговли, да, то есть у нас возникло много компаний с иностранным капиталом, или даже, когда русский капитал, который посмотрел, как они делают, ну, как такие практики происходят, там, в западных странах, вот, применили, и мы от ГОСТов очень далеко ушли во все стороны сразу, то есть вот по щепе, там, скажем, то, что вот, например, вот та, которая там пойдет на ЦБК, вот у каждого ЦБК свои ТУшки, вот, ну, как мы это все будем месить в одно место, да, то есть, ну, давайте либо вернемся вот ГОСТам, да, которые, там, для ЦБК они тоже описаны, да, как бы, если нет, ну, значит, нет и нет, то есть, а так мы не должны думать о том, что, ну, как я знаю, один ЦБК, где там очень жесткие требования по вот этим, как они называются, луку, улицу, сучкам, то есть, по ГОСТу там одни, а они требуют еще меньше, ну, нет, это не биржа, мы, биржа, как вот Андрей сказал в своем выступлении, мы за универсальные механизмы, за универсальные ресурсы, то есть, мы не пытаемся найти решение для каждого отдельного какого-то локального вопроса, он будет маленький, и это не будет работать, и это и не нужно, да, то есть, то есть, там деревянные ложки, там столешницы, не надо продавать на бирже, должны быть там, фабрики продавать вот в магазинах, да, на бирже двигаются основные ресурсы, уголь, газ, дензин, пиловочник, понимаете, потому что, ну, более-менее с пиловочником все ясно, а вот там сушеный, не знаю, вот о чем говорить, ну, я еще раз это вот вкину, Кирилл, пожалуйста, может быть там, ну, это все-таки такая, это ваша территория, насколько участники, там, сегодняшнее мероприятие, или там тех мероприятий, которые ранее были, там еще что-то, готовы откликнуться на наш призыв, о том, что вот мы видим, времени мало, мы очень стараемся подготовиться, чтобы когда вышел там какой-нибудь жесткий закон о том, что там с первого июля, должно быть вот только вот так, мы хотим, чтобы это у нас работало первого июля, мы, да и показал, что мы, ну, по сути, наши акционеры, это крупнейшие компании с государственным участием, мы не можем себе позволить, там, сделать ляп-тяп, там, или еще что-то, или сказать, ой, мы первого там не успели, давайте там пятого, еще что-то, мы находимся вот в такой ситуации, мы просим отклика от рынка, от компаний частных, если частные компании считают, что они вот эту вот волну переживут и не почувствуют, я в этом все-таки сомневаюсь, кто-то почувствует, понимаете, и, а помощь потом будет искать негде, вот мы сейчас эту помощь предлагаем, мы говорим о том, что давайте вот, вот если бы там два года назад нас послушались, да, как бы вопросов вот ценообразования, сколько стоит российский лес, то может быть Владимир Владимирович Путин бы и не настучал бы кулаком по столу и не сказал бы, ну просто запретить, потому что там история ведь очень простая, там просто налогов государство получало около ноля, поэтому Владимир Владимирович сказал, ну и какая разница, что кто-то на этом зарабатывает, мы не понимаем, сколько людей на этом зарабатывает, сколько они при этом выручают, мы не видим этого, то есть, ну, извините, я знаю, сколько стоит там, грубо говоря, деревянный дом построить там вот под Санкт-Петербургом, это дорого, понимаете, как бы, и вот государство не видит ни налогов, ни частного домостроения, оно говорит, ну тогда пусть, пусть лес останется в лесу, или все-таки мы вас заставляем там, делайте какую-то переработку, чтобы мы увидели налоги, вот взяли и запретили, это не первая история, между прочим, заребесины-то в нашей стране, такие запреты на других рынках тоже проскакивают, знаете, и мы не знаем, там, вот, вы, Кирилл, очень правильно сказали, что сейчас на самом высшем уровне, эта тема актуальна, лесной комплекс у нас не номер один, не номер два, не номер три в стране, да, у нас есть петянка, у нас есть черная металлургия, цветная металлургия, у нас есть агропромышленный комплекс, у нас есть рыбопромышленный комплекс, лесной не самый емкий, но вот дошла его, ну, настала его очередь, и сейчас уже, вот как это, вот сейчас вот та самая фраза уже, уже не время для дискуссии, уже только сидим, постановления читаем, они вот валятся, вот у нас сегодня мероприятие началось, а я смотрю уже как раз, судя по всему, вот как это называется, стратегия подписали, развитие лесного комплекса Российской Федерации, подписали, правда, я так вижу, неделю назад, но публикуют со временем, то есть процессы-то происходят, на самом деле, в лесных отношениях жизнь забурлила, это интересно только нам, только бирже? Да, это хороший вопрос, я тут вижу еще тоже в чате, да, Тамара Сергеевна пишет, что собрать участников на семинар, здесь я тоже приоткрою небольшую завесу, мы вот с Андреем еще в конце прошлого года беседовали, я думаю, что мы все-таки организуем в этом году пару семинаров, именно все еще на биржевой торговле, да, наверное, это будет связано, ну, не только с биржей, но чуть более широко возьмем рынок древесины, сейчас, да, я тоже думаю, что большого секрета не раскрою, сейчас мы работаем с одним инвестпроектом, соответственно, для его реализации изучаем рынок совместно с большой ордерской консалтинговой компанией, соответственно, как только мы все закончим, у нас появятся актуальные данные, вот на сегодняшний день актуальные по рынку, по динамике рынка, да, различные продукции, ну, скажем, деревянные, да, и, соответственно, какие-то мероприятия, я думаю, что парочку мы в этом году сможем устроить, здесь Андрей, да, раз уж мы сейчас здесь сообщимся, я вам лично тоже скажу, что я в субботу буду в Москве, и, вероятно, я смогу тогда пообщаться с Алексей Михайловичем, вот, потому что я туда еду в рост с хвостом, тоже по некоторым вопросам, которые связаны мы с кем-то с учетом. Вот, поэтому... Можно я чуть-чуть не вставить? Да, да. Можно я, да, потому что мы вдруг на кто-нибудь разбежемся. Вот я вижу, что очень много вопросов задает, и это, видимо, барышня Гутер. У меня, честно, просьба, давайте попробуем с вами там потом пообщаться, вот Андрей, он показывал электронный адрес, мы как-нибудь, ну, либо через вот Кирилла Веревочкина свяжемся и пообщаемся. Я понимаю ваши вопросы. Ну, лучше не следует... Да, либо через вас, да. А вот, например, когда Клементенко Тамара Сергеевна пишет, что надо дать время для обкатки, заключение сделать, там, еще что-нибудь. Наверное, надо. Время для обкатки запрета торговли пиловочником составляет чуть более полугода. Вот. Обкатывайте. Понимаете? Вот я... Вся мое сегодняшнее выступление, вот это вот сумбурное, это место, оно говорило о том, что я не знаю, ну, мы... Вот Санкт-Петербургская товарно-саневая биржа не знает, когда и какие ограничения будут снова введены, и с какого числа они должны заработать. Но у нас есть такое ощущение, что сроки, вот вообще говоря, вот уже в течение внутри этого года лежат. Не 22-й, там, 23-й середина, а, например, 1-й июля. Не знаю, там, законодатели. Вот у Кирилла был семинар по поводу вот этих вот первых правок в лесной кодекс. Сколько гуляло всяких разных по интернету вот этих вот законопроектов. А вышло, что... Да, Кирилл? Следующие правки выйдут где-то в мае. До мая осталось апрель-март. Там время обкатывать, нам будет не на ком. Мы вот... У нас есть какое решение, дальше будет подстраиваться. Понимаете? Это не потому, что мы такие неприятные, жесткие и дорогостоящие. Нет. Мы дешевые, не гибкие. Мы пытаемся предугадать всю эту ситуацию. Но это нужно, вот... Я еще раз повторяю, сюда только биржа. Ну, хорошо. Нет, не так. Надо попробовать все-таки решить. Вот если мы сейчас... Я понимаю, что мы общаемся с частными предприятиями. Я говорю, вот такой подул государственный ветер. Это же... Для кого-то это может быть потери, а для кого-то это возможности. А возможности возникают, когда вы их оцениваете предварительно. Знаете? То есть точно не будет того момента, когда наступит 1 июля, и все вокруг упало, и только вы нашли золотой рубль на дороге, и вот у вас там все поперло. Нет. Мое мнение, что не так происходит. Поэтому надо предусмотреть. Мелкий бизнес, наверное, как-то он сможет перепрофилировать, займется там чуть больше дачным строительством, там еще что-то. Вот среднему-то что делать? Понимаете? Поверьте, крупные ЦБК свои вопросы, да, как бы по закупкам леса сырья и по продажам своей там целлюлозы, бумаги и прочего, они решат. А там мелкие предприятия, которые, как правило, вот, ну, да тот же вот там, я не знаю, там, доску гонят в Финляндию. Я думаю, что у них могут быть серьезные проблемы уже внутри этого года. То есть не 1 января, не 22-го, а там, я не знаю, 1 июля. Как это все потом перестраивает? Мы не знаем. Мы очень просим отликов. Я так как раз говорю. Спасибо, Кирилл. Да, коллеги, спасибо большое. Да, не знаю, ответили ли мы на все вопросы или еще нет. Я думаю, что мы проведем, помимо семинара, да, вот, о которых я говорю, что еще и ряд онлайн-мероприятий также мы будем проводить. Я думаю, что коллеги с биржи тоже присоединятся к нам. Вот, соответственно, будем продолжать прорабатывать тогда эту тему, беседовать по поводу биржевой торговли. Да, я присоединяюсь к Евгейскому и призываю всех, кто нас сейчас слышит, да, и кто будет смотреть потом в записи на YouTube, обращайтесь в биржу, взаимодействуй с ними, контакты Андрея и Евгения. С вами восприятия, да, как бы я тоже передам. Сейчас у нас, я думаю, где-то через час мы соберем в рассылку после вебинара все презентации, да, все материалы, соответственно, и контакты тоже коллег. Я в эту рассылку попрошу своих ребят включить. Соответственно, у вас будут контакты, вы сможете связаться с ними и побеседовать. Также контакты сейчас, вот, очень хорошо, что на экране они как раз есть, да, я знаю прекрасно, что у нас здесь не только северо-запад, у нас здесь вся страна, да, соответственно, вот контакты и в Перми, и в Иркутске, и в Тюмени, и в Глазе-Востоке тоже с вами есть. Вы можете связаться с офисами, я думаю, там я, наверное, попрошу Евгения или Владимира Андрея, да, тоже связаться с этими офисами и сказать, что им могут разговаривать. Конечно. Кирилл, вам огромное спасибо, вот, я просто вижу вот эти вот последние вопросы, и мне становится даже действительно неудобно, потому что вот тут уже и другие там участники отвечают, ну, грубо говоря, вместо нас. То есть действительно почему-то есть такое совсем непонимание, хотя мне казалось, что, ну, все же там утро начинают с того, что там сколько стоит доллар, или еще что-то. Ну, не всем, но очень многие, да. То есть вот здесь там вопрос, почему 87 кубов? Там не только 87. Лот это кратность, да, как бы, а продать можно не 87 кубов, а 87 миллионов кубов тоже можно продать, ну, условно, на какой-нибудь большой международной вот плане. Со всеми. Да, да, просто лот один, то есть это вот как кирпичик, да, вот кирпичик, он один, а нужно вам тысячи кирпичиков, вы купите тысячу лотов. То есть у вас идет, условно говоря, по объему... никто же не хочет покупать пол автовоза древесины. Вот дачник, может быть, хочет пол автовоза древесины, он маленький домик строит, ему автовоз не нужен. Понимаете? Но автовоз, он большой, он один, а бензин он съест столько, сколько съест. Поэтому вот так. Поэтому, может быть, вы, Кирилл, нам предоставите еще возможности, да, вот там, в принципе, по-моему, у нас был там вебинар вот такого технологического, что есть биржа, да, может быть, надо будет повторить, если вы нам позволите, мы будем... Я всегда рад, нам приходят, особенно биржи, за которые, я считаю, часть будущего так точно есть, да, не просто так, и на сайте, и в рассылке о том, что биржевая торговля станет неотъемной частью лестерномочного комплекса в обязательном порядке. Коллеги, спасибо большое, да, всем за участие, спасибо за внимание. По поводу записи, да, скажу, что, скорее всего, в ближайшее время, да, на ютубе мы это разместим, я думаю, что, ну, сегодня, может быть, не успеем, но я думаю, что прямо завтра она уже на ютубе будет в открытом доступе, ну, и, соответственно, уведомления о том, что мы разместили записи, будет у нас и в Глюб ВКонтакте, и в Телеграм-канале, если вы подписаны, соответственно, вы это все не пропустите, а так можете подписаться просто на ютуб-канал, в том числе, я вам кидал ссылочку чуть выше, и, соответственно, оттуда тоже вам уведомление придет. Все, еще раз всем большое спасибо, всем хорошего, на Дальнем Востоке хорошего вечера. Не хотел, не хотел обидеть никоим образом Гутер, и очень надеюсь, что мы вот, ну, свяжемся как-то в телефон, так и, я действительно, я просто вижу, что человек заинтересован, я пытаюсь, как-то тоже со своей стороны, чтобы было у человека потом понимание, вот, что в Глюбе происходит, поэтому, вот, Кирилл, отдельная просьба по этому сюжету, да, и Гутер СП. Всем, всем до свидания, спасибо за внимание, встречай всем. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...